Золотая медалистка Ольга Тимаева планирует поступать в медицинский университет, поэтому единый государственный экзамен будет сдавать по биологии, химии и русскому языку. Дистанционное обучение в период самоизоляции стало особым испытанием для учеников выпускных классов. Чтобы помочь ребятам успешно сдать ЕГЭ, преподаватели ведут консультации, но уже не в режиме онлайн. Было сложновато. Сначала без одноклассников, без учителей, без какой-то помощи, поддержки. Но уже к концу вот этого дистанционного обучения мы немного попривыкли, но потом очень обрадовались, когда узнали, что у нас будет возможность в период такого сложного времени, в период пандемии коронавирусной инфекции, есть возможность сходить на консультации в школу. После долгой разлуки одноклассники держатся на расстоянии. Обязательные условия очные консультации проходят при соблюдении всех мер безопасности. Ученики выполняют все рекомендации даже с удовольствием. В таких занятиях они заинтересованы сами. Знания предмета, полученные в процессе учебы, повторяют и систематизируют. Каждой консультации я готовлюсь. То есть я с учетом того, какие были предложения от учениц, я готовлю, соответственно, раздаточный материал. Я ищу по каждому сложному вопросу. Ну, химия очень сложный вообще предмет как таковой, да. Но есть еще, так сказать, базовый элемент знаний. А есть повышенные, есть и высокие. Не оставить своих выпускников без поддержки перед важным событием и снизить риск заражения коронавирусной инфекцией в учебном заведении были приняты все необходимые меры. В классе не более пяти человек. На входе обязательно контроль температуры тела. Проводится дезинфекция всех помещений, проветривание всех помещений. Дети изолированы друг от друга. В лицее три входа. Все оборудованы необходимыми дезинфицирующими средствами. Дети заходят в перчатках, в масках. Таким же образом и педагоги. В перчатках, в масках, как вы видите. И в течение дня потоки друг с другом не пересекаются. Первый экзамен пройдет уже в начале июля. Елена Макова, Рустам Рузеев, Тобольское время.